Добрый день, друзья! А пока люди борются за своей кровью и потом заработанные пенсии, произвол власти и глупость чиновников превосходят все границы. Директора школы убрали после отказа собирать долги за ЖКХ. Наталья Матвеева из Челябинской области, педагог с 20-летним стажем, в прошлом году стала дипломантом всероссийского конкурса «Директор школы», а в этом ее уволили за то, что она, по ее словам, отказалась собирать долги за ЖКХ с родителей и учителей. Она заявила, что «я не коллектор», но такой ответ управления образованием не устроил. Приказ об увольнении подписали 31 июля, две недели назад, чуть больше. За полмесяца родители и ученики завалили областное министерство образования жалобами и просьбами вернуть учителя. Ведомство согласилось разобраться в скандальной ситуации и отправило в школу ревизоров. Сама Матвеева молодец, намерена обратиться в суд, но и от журналистов не бегает, способствует шумихе. Теперь вся страна в курсе дела, его так просто не замнут. Да и по всей стране подобное дело сейчас никто не будет. Чиновники шума ох как не любят. Вообще возникает вопрос, они увольняют ли ее за то, что она неправильно на выборах работала? Ведь через месяц в Челябинской области также будут выбирать губернатора. Однако это лишь конспирологическая версия, уж простите за нее. А вот что говорит о происходящем сама Матвеева. В июле нам на почту школы пришло официальное письмо от начальника управления Ларисы Репеты со списком должников по коммунальным услугам. Там были родители, учеников и коллеги. Начальник управления потребовала, чтобы я провела с ними работу. Но как? Во-первых, при чем тут я? Школа и личные платежи учителей. А во-вторых, это противозаконно. Я не коллектор, чтобы предъявлять претензии своим работникам. Ответила, что заниматься этим не буду. Начались репрессии и меня уволили. Сам город она называет вымирающим. В прошлом году там закрылось градообразующее предприятие. Областные власти стараются реанимировать экономику, но пока безуспешно. Главный ресурс это люди, а они уезжают. Работы нет. Город бывших металлургов скоро превратится в деревню пенсионеров. То есть там народу банально негде заработать на жизнь. Естественно, у них появились долги за ЖКХ. Хорошо, что на хлеб денег находит, еще с голоду не поумирали. И чтобы решить вопрос с долгами, заставляют директора искать эти деньги. Что? Как они себе это представляют? А ну-ка, директор, вызови родителей и угрожай, что выкинешь ребенка из школы. Или чем еще? Чем может директор заставить? Лучше, чем участковый? Лучше, чем представители самого ЖКХ? Лучше, чем судебные органы? Что это вообще такое? Это шутка такая? По-моему, это преступление, очень серьезное подстрекание директора школы в данном случае к преступлению, к шантажу, к угрозам и так далее. А иначе она как могла бы вытрясти эти деньги из родителей? У которых просто, у многих, скорее всего, нет работы. Если среди нас есть юристы, пожалуйста, друзья, высказывайтесь в комментариях. Очень интересно, как такое вообще квалифицируется в нашем законодательстве. РИА Новости обратилась за комментарием в управление образованием города, но главы управления на месте не было. Секретарь уточнила, что в тот день, это было вчера, 17 августа, ее уже не будет, а других специалистов, кто взаимодействует со СМИ, у них нет. В региональном министерстве образования сообщили, что ведомство не занимается назначением и увольнением директоров. Короче, я не я, лошадь не моя. Завтра скажут, что директор сама себя уволила. Самое интересное, что ее уже пытались уволить до этого. Матвеева отмечает, что все 4 года, что она в должности, управление с ней борется. Кроме того, в 2016-м, после очередной комплексной проверки школы, перед началом учебного года, директора пригласили в управление, поблагодарили и попрощались. Она поинтересовалась о причинах, ответ последовал такой. А мы не обязаны вам их называть. После жалоб родителей, директора восстановили. Почему же уволили сейчас, зная, что родители опять возмутятся и опять придется вернуть директора? Может все дело как раз в том, что восстановление требует времени, и за это время как раз пройдут выборы. И это кому-то очень нужно, чтобы на выборах работал такой директор, который сделает все как надо. А уж потом, властям не важно, кто там будет работать, назначайте эту Матвееву опять, хоть она такая буйная и несогласная с властями. Друзья, не знаю как вам, а я практически уверен, что в стране готовят опять самые наглые массовые фальсификации предстоящих выборов. Что думаете? Пишите, с интересом прочту и как всегда отмечу сердечком, что прочел. Оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok